Идет второй год с того момента, как полномочия по здравоохранению были переданы изведения района на уровень Минздрава области. Понятно, что вопросов хватает, поэтому с особым интересом депутаты районного совета ждали отчета за этот период начальника управления координацией деятельности медицинских и фармацевтических организаций номер 5 Владислава Мирзонова. Прежде всего я хочу сказать, что удалось осуществить подъем полномочий. Все наши медицинские учреждения работают стабильно. Мы не допустили сбоев ни одного медицинского учреждения. И у нас есть положительная динамика и тенденция по исполнению как указов президента, так и показателей, которые программируют рейтинг. Владислав Мирзонов показал депутатам слайдовую презентацию, где наглядно представил показатели по всему 5-му медицинскому округу. А это, кроме нашего района, также Мытищий, Королев, Фрязина и Лосина-Петровский. Отметил прирост населения. Он естественный за счет превышения рождаемости над смертностью. С одной стороны хорошо, с другой увеличивается нагрузка на медучреждения, которых не хватает, но 5-е управление Минздраву совместно с администрацией района работает над решением вопроса. Конечно же здесь мы двигаемся вперед. У нас открылись офисы врачей общей практики, чтобы разгрузить наше медицинское учреждение. Мы ждем открытия перинатального центра в этом году, который, я думаю, повлияет и на снижение смертности младенческой, безусловно. И также мы ведем работу совместно с администрацией по предложению на градостроительные советы в правительство Московской области по возведению застраиваемой территории медицинских учреждений. Анализируя заболеваемости причины смертности жителей нашего района, Владислав Мерзонов назвал на первом месте смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, а также от злокачественных новообразований, от легочных заболеваний. Тут, разумеется, важна диспансеризация, позволяющая выявлять опасные болезни на ранних стадиях, которые, к сожалению, проходят далеко не все. Поэтому Минздрав делает акцент на диагностику в учреждениях, готовится к открытию окружной клиникодиагностический центр в Мытищах. Существующие больницы также будут оснащать диагностическим оборудованием, в том числе дорогостоящим. В этом году у нас уже поступил компьютерный томограф 64-серезовый, который будет установлен во время ремонта, помещение под него есть. Мы получаем во второй больнице, то есть там уже куплен, сейчас он будет установлен, ремонтирует помещение. Районные депутаты задали гостю множество вопросов. В частности, онколог Виктор Монохин попросил через Минздрав изменить технологию сбора статистических данных по смертности, чтобы в отчет шли только подтвержденные диагнозы. Районные показатели лучше областных, но в статистике отражены другие цифры. Здесь вот непонятно, если вы поможете нам, значит, по статистике у нас умерло 485 больниц, на самом деле 315. У нас служба онкологическая налажена очень неплохо. Каждый месяц мы выверяем в ЗАГСе умерших и во Фрязине. То есть утечки не может быть, потому что мы сверяем с картотекой, и здесь, конечно, вот эти цифры, я считаю, что они не достоверны. Депутаты получили от Владислава Мерзонова положительные ответы об установке в этом году флюорографа в первой больнице, о программе ремонтов, о скорой поставке дорогостоящих лекарств. Поскольку времени для обстоятельного разговора о медицине в рамках заседаний Совета всегда не хватает, решили провести круглый стол по наиболее острым вопросам с приглашением профильных депутатов областной думы. Ирина Микеда, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова